Всем привет, ребят! С вами Лего! И вы меня просили очень много раз, особенно в комментариях, о том, что как мне сделать 100 FPS или хотя бы к нам. Вот мы сейчас уже кучкуемся на сервере. У нас, скорее всего, будет своя команда. Давайте сначала я расскажу тогда о сервере, а потом начну о FPS. Смотрите, сервер новый открылся на ultranium.ru, там, где я снимал Hard World. Раз, теперь я буду снимать на этом сервере. Возможно, даже соло-выживание, пока если не будет большого онлайна. Как большой онлайн подъедет, сразу же будем делать клановые битвы. Также вы будете попадать со своими кланами в видеоролики, и мы будем с вами фаниться. Я вам точно скажу, что модераторов здесь просто не будет, вообще не будет. Это я вам точно гарантирую. Потому что со мной советуются создатели этого сервера. И, в общем-то, в чем вообще весь сыр-бор этой темы. Они и так недавно появились, грубо говоря, на этом рынке конкурентоспособном. Там пооткрывали разные сервера в разных местах и поняли то, что на Moscow VH, грубо говоря, не совсем комфортно играть в Rust при количестве 100-200 человек. Таким образом, данные ребята, что они мне очень сильно нравятся. В свое время, помните, это были Rust.GS. Они и так же занимались, так же упорно, но почему-то онлайн не вырос. Но у ультраниума пока не хватает только модов, которые можно прикрутить для кланов, которые хотят рейдить, чтобы другие люди не переносили лут. Сервер такой же, то есть TP, киты, X2. То есть, смотрите, вот я прописываю кит. Кит, да е-мое, кит. И у нас есть кит-стартер, кит-медикал, кит-рез, кит-хом. Рес и хом только один раз на дуо вайпа. Кит-стартер это лук, одежда и мясо, по-моему. Или мяса нету. Кит-медикал, аптечка там, по-моему, раз в 10 минут. TP, сет-хомы и так далее. Самая главная и большая особенность. Е-мое, я думаю, что я неправильно снимаю. А оказывается, снимал через рабочий стол. Извините, ребят. У вас, наверное, там картинка багала. В чем вообще особенность всей этой движухи? Особенность в том, что стоит выделенная машина уже не на Москоу ОВХ, а на самом ОВХ. Я думаю, вы понимаете, что это значит. То есть, на выделенном отдельном компьютере. То есть, грубо говоря, кто-то покупает сервер на Москоу ОВХ, и, скорее всего, на один компьютер вешают там 3, 5, 500 серверов, которые друг другу мешают. Здесь же, насколько я понял, стоит одна машина, выделенная. На ней стоит тупо раст. Все. Это означает, что лагов здесь быть не должно. Следовательно, если кто-то будет додосить, то это тоже ОВХ, только напрямую додос также должен не проходить. Еще что? Еще то, что здесь ближе все идет к Европе. То есть, у вас будет показывать пинг 100, 130. Но я вас уверяю, я сам играл на Японии, и до этого проверял, у меня был пинг 260. Вы представляете, при онлайне 80 на Японии у меня было все нормально. Пинг 260, ребята! Пинг 260. Также я начну на этом сервере новую таинственную рубрику. Расскажу я ее чуть позже. Это аналог, я там Дед Мороз, я помощник. То есть, фишка будет заключаться в чем? Я немного развиваюсь на этом сервере. Если пока кланов вражеских мы не находим, я потихоньку помогаю бомжам. То есть, они попадают со мной в серию. Я просто кого-то рандомно нахожу на пляже, любого человека, который играет на этом сервере, и просто присматриваюсь к нему из стороны. То есть, делаю такой чинин, чтобы он меня не заметил. Если он как бы добрая и добродушная душа, то я подбегаю к нему, и мы с ним целую серию выживаем вместе. Я думаю, это должно быть очень интересно. То есть, я всячески стараюсь помочь данному парню, и всячески ему помогаю построить дом. Хотя бы начальный. То есть, когда он достраивает свой дом, я ему при этом помогаю, дефую его, помогаю ему набирать ресурсы, мы вместе убиваем неприятелей, может быть, даже лутаемся. Ну, как-то просто заходим в целый ролик. И он благополучно начинает жить на сервере. Я не знаю, что из этого дальше превратится, но я думаю, что на первых порах будет прикольно. Это, я думаю, будет ответ на аналог я-френдли. Это будет реально я-френдли, а не то, что выпускают, там, всех убивая. Ну, я не знаю, будет ли это интересно. Дальше поехали. Конечно же, я хотел бы здесь увидеть какие-то кланы. Возможно, мы здесь создадим свою коалицию из Чипа Дейла. И еще парочку, ребят. И будем развиваться. В принципе, что по серверу? Сервер аналогичный многим другим в мод-ответках. ТП, сетхомы, киты, х2. Сетхом всего лишь один, ребят. На данный момент почему один сетхом? Чтобы лут не перепрятывали в другие точки дома. Единственная возможность перепрятать лут, это сделать друг на друга ТП. Но я думаю, в скором времени сделают плагин, допилят или украдут, или купят. Такое, что при рейде, допустим, человек не сможет вообще телепортироваться. Это будет вообще просто офигенно. И я думаю, мы посмотрим на этом сервере, как это вообще будет работать. Очень хотелось бы это увидеть. И еще раз повторяю, здесь лагов просто быть не должно и не может быть. Даже при онлайне 150 человек. Никаких отбрасываний не должно быть. Итак, поехали по FPS. Так, итемская панель моя, в которой, к сожалению, мне ничего не выдается. Хотел гранаты себе намутить, но не вышло. Ладно. Что еще? Я вот здесь пробивал статус, когда заходил в консоли. Сейчас на данный момент при открытии сервера играет 5 человек. Dale, Nettern, Chip, Impulse, Lego Play. Я просматривал каждую панельку, и они очень удобные. То есть, вот эта панелька говорит о том, сколько у вас оперативной памяти, если вы вообще дуб-дубом. Это мы плавно переходим в такую ветку, как разобраться в своем компьютере. Вот реально, начнем все с этого. Пускай это у кого-то было, пускай я кого-то повторю. Может быть, кому-то это не понравится. Но я сюда пришел не для того, чтобы украсть у кого-то ролик и похвалиться этим. Я пришел сюда, чтобы просто вам рассказать, чтобы было легче. Если вы вообще не шарите, как узнать свой комп, вы заходите в System Information. Смотрите, какая у вас операционная система. Десятка или нет? 64-битная или нет? Ну, думаю, на 32-битной вы бы ее не запустили. Дальше поехали. Смотрите свой процессор. У меня сейчас на самом деле 4600. Об этом мы поговорим чуть позже. Это влияет тоже на FPS RASTA. На самом деле моя модель i7. 6700K. Технология Skylake. 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 от Kingston Fury X. Частота 2666. Тяевская 980 видеокарта на 6 гектарчиков. И, в принципе, мы смотрим, сколько сейчас работает памяти. То есть 3500. И все. Вот. Исходя из этих настроек, мы будем уже отталкиваться. Мои настройки. Вообще, вы сервер, конечно же, можете как найти? Прописать вот здесь вот в поиске ультра. Заходите. То есть еще никого даже нету. Так что заходим и успеваем играть. Я вас уверяю, вам по-любому должно понравиться. Пока я буду здесь играть на этом сервере. Так как с администрацией данного проекта мы договорились на сотрудничество. По крайней мере, до и после Нового года. Скорее всего. То есть это все зависит от вас. Если я здесь играю и вы играете, то мы играем вместе. Если я здесь играю и никто не играет, тогда я не знаю, что делать. Тогда, значит, что-то пошло не так и такого не должно быть. Потому что сервер приготовлен на отдельном компе. Здесь будет все четко. Ладно, едем дальше. Прописал статус. Смотрю, 5 человек играют. Смотрю, у них пинги. 98, 116, 146, 54, 138. Я, конечно, с ними еще, наверное, встречусь в самой игре. Но я точно знаю, что прерываний моделек не будет. Карта на 4000 показывается, сгенерирована. В принципе, все. По FPS поехали. Пишу FPS 101 показывает. Мои настройки. Смотрим. Настройки. Графика. Я поставил только резкость, цветокоррекция. Анизотропную фильтрацию на 1, рельефное текстурирование 0. Я сейчас говорю те оптимальные настройки, которые реально на данный момент, на это число и на этот год работают без багов. То есть, в принципе, ставите все как у меня. И я вам скажу, чем играться. Я себе позволил качество графики на 5 и все на максимум. Лишь потому, что у меня позволяет свой компьютер. Советую вам поставить также резкость, цветокоррекцию, но качество графики на 3, если у вас компьютер чуть похуже. То есть, насколько хуже у вас компьютер, настолько вы трогаете вот эти параметры. Качество графики 3 от 4 практически не изменяется. Качество воды и расстояние при рисовке теней изменяются. То есть, когда вы ставите качество воды, то вода становится красивее. Ну, это понятно. Еще я заметил такую интересную последовательность. То, что когда я стараюсь все уменьшить, допустим, вот здесь вообще ничто не играет. Вот я поставлю даже на 60 все, да? И будет также показывать FPS 101. А графика существенно уменьшится. Видите, с чем я столкнулся? Сейчас покажу. Вы понимаете, что я убавил графику и упал FPS. Я не знаю, что курит в Rast'е, но в Rast'е реально что-то накуривает. Очень жестоко. 88. Хорошо, пройдемся. Сотка. Отошел две ступени. FPS поднялся на... Опять он встал на 101. Он больше 101 у меня почему-то не появляется. Сейчас будем вместе с вами тестировать всю эту производительность. Да что он меня сюда постоянно кидает? Мне нужно сюда. FPS 92. Видите? Я уменьшил показатели графики, а FPS не изменился. То есть практически... Практически! Я не говорю, что на моем компе должно прям все изменяться и на вашем тоже. Ничего не изменилось. Я еще расскажу попозже, почему большой FPS. По графике я трогать не буду. Здесь в принципе влияют шейдеры, дальность прорисовки. Кстати, максимальное количество фрагментов просто убирайте. Я их ставлю лишь для того, чтобы показывать вам разрушение объектов. Красивые. Вы здесь можете поставить... Смотрите как. Траву вообще не убирайте на ноль. У вас будет только намного хуже. У вас будет реально дольше прогружаться трава. И в общем-то будет иногда проседать FPS. Сейчас FPS у меня все нормально. Я поэтому траву ставлю всегда на 100. И где-то настройки вот так вот наполовину. Но... Это пол-дела. Играться с настройками это реально пол-дела. Вам как бы не поможет, если вы просто будете тупо играться с настройками. Конечно, хотел бы обратиться к DeForce. Чтобы он своим подписчикам как бы выдавал качественный контент. Потому что он уже перерос в большой канал. И я советовал бы ему, чтобы он заглянул в это видео и сделал следующее действие. Я не понимаю, почему. Либо ему насрать что ли на видосы или на качество. Либо еще что. Но я просто не понимаю. У него на видео видно, что 60 FPS игра не тянет. Хотя в принципе в Идиахо, насколько я понял, и процессор его позволяет это сделать. Но почему он этим не пользуется, я не знаю. Может быть он пользуется какой-то программой сторонней, которая сжирает его FPS. И поэтому все так лагает. Я хочу просто ему помочь. И тем же людям, которые снимают раз, грубо говоря. И он у них просто там лагает. По-моему я только у Flash видел. Более-менее так нормально все на хорошей графе. Он по-моему тоже такой любитель, реально любитель графонистости. И он вообще там какую-то программу другую нашел, с которой я так и не разобрался. Он мне при нее говорил. Мирилс что ли она называется. Я вообще забил на нее хрен. И понял, что она какая-то по-моему тяжелая. Хотя она простая. Но мне кажется Flash тоже знает об этой особенности. Поднять себе FPS от 60 и плюс. Не думаю, что у Flash очень сильно отличается компьютер от DeForce. Теперь поехали. Что нам нужно посмотреть. Если вы знаток разгона своего процессора, конечно же делайте. Подгоняйте свою частоту. Где у нас тут? Я поставил на 4600. Игра стала намного лучше. Именно в моей материнской плате Астрока Xtreme V6. Это делается все очень просто. Заходится в BIOS. Нажимается кнопка разгон. И там есть 4 выбора разгона. 4000, то есть стандартная. 4300, 4600 и 4700 красная. Я поставил на 4300. Протестил. Хорошо работает. На 4600 поставил. Хорошо работает. Все, больше не трогал. Я не думаю, что вы как бы не сможете тоже разогнать свой процессор. Но, конечно, внимание, чтобы его разгонять, на процессор нужен хороший кулер. Я приверженец воздушки. То есть водянку я вообще не люблю. И она, возможно, не будет работать так, как надо. И плюс стоит, наверное, чуть подороже. Поэтому я себе забабахал огроменный с радиаторами кулер на процессор. Чтобы уж наверняка. Моя температура не поднимается выше, по-моему, 50 на процессоре при разгоне в 4600. Но это тоже, как бы... Этот момент тоже можно обойти, если вы не хотите париться. Но он, конечно, желателен. Есть такая программа. Называется она... Сейчас скажу, как называется. Я просто как бы делюсь своим опытом по игре Rust, как поднять фпс. Может быть, вы все это знаете и говорите, что я там какой-то мудак и так далее. Типа, я тоже это знаю. Ладно. Вот эта штуковина. Называется Thunder Master от Polit. Качайте эту программу. Она реально просто бомба. Ставите себе... Тоже все это легко делается. Все это находится в Гугле. Если вы не хотите заморачиваться и знаете, что у вас очень хорошие вентиляторы на видеокарте, там как минимум 3, их по-любому всегда должно быть. Я всегда ставлю фиксированную скорость на 83 где-то процента, чтобы видяха вообще там не парилась. Вот она сейчас показывает 53 градуса при, грубо говоря, полной графе Rust. Это, по идее, ничто. Это просто ничто. Так, я сейчас опять в рабочем столе. Не беспокойтесь, это не играет. Рабочий стол. То есть, по идее, рабочая температура, я считаю, должна быть около 70. И тогда уже нужно... Ну, 70, 80, 90 и поехало. Тогда уже нужно кусать локти. Здесь 53, то есть видяхи вообще насрать на то, что ты играешь на ультре в Rust. Еще и состав фпс. Когда вы скачали эту прогу, поставили вентилятор, у вас все равно будет хоть какой-то никакой есть прирост. То есть, понимаете, в чем вообще суть? Немного крутанул процессор, прирост появился. Немного крутанул вентилятор охлаждения на видяху, прирост появился. Вы помните, я снимал, у меня еле-еле 60 был фпс. Даже при моей вот этой видеокарте мощной. Я даже не понимал и бесился. Я просто не понимал, в чем проблема, думал я. Да. Ладно. Сохранили настройки, вышли. Вот опять игра, допустим. Но что-то не то, да? Что-то не то и что-то я забыл. А самое забыл главное и на самом деле самое тупое, я бы сказал бы. Это самая наитупейшая настройка, о которой я узнал недавно. В правом нижнем углу, в рабочем столе, если вы используете NVIDIA, у вас есть такой значок NVIDIA GeForce Experience. И там нужно нажать правой кнопкой и открыть панель управления Windows. Она, походу, делает... Вот она, смотрите. Вот в правом нижнем углу. Кстати, чем меньше у вас в правом нижнем углу этих иконок, тем больше у вас производительность, скорость и так далее. То есть, всякое говнецо я вам советую закрывать. Но мне здесь, в принципе, закрывать больше нечего. Вот. Нажимаете правой кнопкой на NVIDIA и нажимаете панель управления NVIDIA. У вас открывается... У вас она вот так вот откроется. Открываете. И что вы делаете? Заходите в регулировку настройок изображения с просмотром. И если у вас стоит, не дай бог, вот так вот на качестве, то, поздравляю, вы тот самый человек, такой же, как и я, который любит играть на качестве, при этом падает FPS. Когда вы поставите сюда, не дай бог, вы поставите сюда, вы почувствуете огроменную разницу. Нажмете применить, перезайдете в раз. И это будет еще одним притоком FPS. Естественно, если вы будете это делать на Core 2 Duo, в процессоре и на каком-нибудь там видяхе в стиле 560, мне кажется, у вас просто вообще ничего не получится. Потому что, как бы, ну уже не тот процессор, он уже отъеханный. И видеокарта старенькая. Ну, а почему бы и нет, почему бы и не попробовать. В пуске также можно написать калибровка цветов монитора. Нажимаете далее, 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 поднимаете вверх. И вуаля, и у вас игра становится вот такой вот интересной штукой. Вы играете и радуетесь жизни, и видите все ночью. Ну, в принципе, я думаю, самые главные затеи, ну, самые главные возможности по повышению FPS я вам рассказал. Но делайте все сначала с NVIDIA. Поставили на половинку, либо поставили на производительность. Далее зашли в Twin Master. Если у вас слабенькая видяха, конечно же, ее можно разогнать. В той же программе Thunder Master. Как разгоняется, нажимается оверклок. И здесь уже делается прирост частоты, прирост частоты памяти и так далее. У меня сейчас стоит минус 10, потому что, скорее всего, мой блок питания не выезжает. И у меня иногда ком просто встает, как мертвый. Сейчас я жду блок питания LEPA с индексом 2.4, ATX-овский, на киловатт 700. Comday успешно мне его предоставит. Кстати, не забывайте заходить на comday.ru. Сейчас там идет выигрышный компьютер за репост. То есть вы репостите, и кто-то из вас по-любому этот компьютер выиграет. То есть заходите в comday.ru. И там уже в группе ВКонтакте читайте все правила. Вот, в принципе, я и рассказал о том, что хотел. Пробуйте таким же образом поднимать фпс. И жду вас всех на сервере Ultranium в игре Rust. Где у вас не будет ничего лагать, и вы не будете беситься. И, скорее всего, мы вместе с вами попробуем этот сервер развить до такой планки, чтобы здесь играли европейцы. Мне кажется, было бы интересно, да, что было бы какое-то противостояние русских против европейцев. Вообще, мне кажется, было бы очень, было бы просто супер. Во-вторых, у них пинг хорошо показывает. И, во-первых, у нас. То есть были бы равные условия. Тем более на отдельной машине. Все, дело за вами. Пробуйте, делайте повышение фпс. Заходите на сервер. Всех вас жду. С вами был Лего. Что знал и этим поделился. То есть мне не жалко. Также думаю, что, как бы, другие ютуберы тоже, может быть, подтянут свой фпс. Возможно, они об этом все, возможно, они об этом знали, про что я хотел вот это рассказать. И надо мной посмеялись. Ну, ладно, я лишь делал просто первый шаг. Какой, ну, какой-то доброте, помощи. Может быть, кто-то просто не знал. Ну, и с вами был Лего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok